Сельские поселения приступили к восстановительным работам после паводка. Большая вода на Печоре пошла на убыль, постепенно освобождая затопленные территории. В Великовисочном начала работу комиссия по определению ущерба от паводка. В этом году подтопленными оказались 174 жилых дома, в которых проживают 427 человек. В зависимости от нанесенного наводнением ущерба, каждая семья получит компенсацию на проведение ремонта. Об этом на еженедельном заседании доложила глава Великовисочного сельсовета Татьяна Жданова. Паводковая ситуация в регионе стабилизируется. Этого сообщения с нетерпением ждали жители четырёх муниципальных образований. Там остаются потопленными 293 придомовые территории, 136 домов с населением 348 человек, в том числе 73 ребёнка. За сутки вода освободила 30 участков, 21 дом и 4 социально значимых объекта. На территории Великовисочного сельсовета продолжает работать мобильная группировка и оперативная группа главного управления МЧС России в количестве 14 человек и трёх единиц техники. Наибольшее количество потопленных домов зарегистрировано на территории Великовисочного сельсовета. Там начала работу межмуниципальная комиссия Заполярного района по оценке ущерба от наводнения. Жители каждого дома, пострадавшего от большой воды, получат денежную компенсацию на проведение ремонта. Сумма составит от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от уровня потопления. В 2015 году выплату получили две семьи, в прошлом – около 150. Губернатор поручил главе администрации Заполярного района держать ситуацию на контроле и выплатить компенсацию всем пострадавшим. Противопаводковые мероприятия завершаются и в Нарьенмаре. Уже несколько дней спасатели следят за гидрологической ситуацией, укрепительные работы не ведутся. «Только мониторинг. Каждый день я объезжаю, смотрю, какая здесь ситуация, где-то с людьми беседую. Мы только ждём, когда подсохнет, чтобы предпринять какие-то меры в тех местах, где мы выкладывали мешки с песком». По словам Валерия Новосёлова, в первой декаде июля администрация города вместе со спасательными организациями проведёт совещание. На нём обсудят эффективность противопаводковых мер и подготовку спасательных объединений. Анализ позволит подготовиться к следующему сезону и уделить больше внимания наиболее уязвимым точкам на карте города.